приветствую разработчики на связи киберстарс интертеймент с выходом нового игрового движка unreal engine 5 стала доступна технология на night которая сделала огромный шаг вперед в игровой индустрии да и в компьютерной графике в целом в этом видео мы разберем как устроенная night и как с ним работать в unreal engine 5 но сперва все по порядку раньше разработчики при создании трехмерных моделей для игр чтобы уместить на сцене побольше объектов были вынуждены их оптимизировать сперва создавалась максимально детализированная хай поле модель с огромным количеством полигонов и затем все эти мелкие детали запекались в карту нормалей или даже в диффузную карту то есть просто в текстуру получалась имитация детализации что издалека выглядело хорошо модели получались красивые при этом имели мало полигонов что значительно снижало нагрузку но как быть если в кадре много объектов тогда были придуманы лоды level of the tiles эти лоды состояли из уровней их могло быть например 4 модель разбивалась на хай поле и лоу поле такое разделение могло выполняться автоматически методами самого движка все что было перед носом у игрока это был первый уровень или лад 0 0 лот отображал модель в максимальном ее качестве и соответственно на удалении например на дистанции 10 метров от игрока уже подгружались другие лоды вот один затем еще дальше вот два и так далее чем дальше от камеры тем менее детализированный становился объект лоды приходилось настраивать вручную запекание хай поле в лоу поле и система лод были созданы лишь с одной целью это оптимизировать компьютерную графику на что требовалось тратить большое количество времени и вот новая технология на night представленная в unreal engine 5 избавит разработчиков от подобной рутины достаточно сразу просто загрузить хай поле модель с максимальной детализацией иной night сам будет подстраивать детализацию количество полигонов в зависимости от расстояния от игрока но тут сразу же возникает вопрос сколько будет весить игра если все ее модели будут в хай поле и вот здесь он и night также есть преимущество и также далее в этом видео мы разберем какое на night это виртуализированная геометрическая система это новый внутренний формат геометрической сетки с автоматическим уровнем детализации и формат данных на night также сильно сжат как работает на night при импорте 3d объекта или конвертации имеющиеся в на night геометрическая сетка анализируется и разбирается на кластеры полигональных групп и затем во время рендеринга в зависимости расстояния от камеры эти кластеры с разным уровнем детализации на лету меняются местами на night работает в собственном пайплайне который полностью обходит традиционный вызов отрисовки он же draw call поддержка на night начинается с консолей playstation 5 xbox series x и также на пока с поддержкой direct x11 и 12 и с наличием видеокарт nvidia поколение максвелл или выше или md поколение gc н или также выше каким 3d моделям лучше применять на night который содержит очень большое количество полигонов и очень мелких деталей то есть очень маленькие полигоны также к тем объектам которые имеют много экземпляров на сцене например трава или деревья и на данный момент на night поддерживать только статические сетки то есть анимированными объектами он не работает также не работает с материалами маск и translucent то есть не поддерживать прозрачные материалы но сама технология на night будет прогрессировать виду большого потока данных на night лучше использовать с ssd несмотря на большую плотность сетки статик меши сконвертированные в на night занимают мало места один треугольный полигон в среднем занимает 14 и 4 байта это означает что 3d модель с одним миллионом полигонов сконвертированная в на нитовую сетку будет занимать на диске 13 8 мегабайт но это всего лишь размер геометрии без шейдеров то есть просто голая модель без текстур однако размер сжатого пакета это не только набор полигонов нужно учитывать также материал текстуру карту нормалей и так далее карта нормалей или бамп в разрешении 4k может занимать 20 мегабайт получается что лоу поле 3d модель с 19000 полигонов и карты нормалей плюс текстура занимает больше места чем на night high поле модель с текстурой без карты нормалей собственно в которой она и не нуждается на на это не нужна карта нормалей все детализации вы делаете полигонально и напоследок сравним две 3d модели с одинаковым количеством полигонов слева это классическая static mesh с четырьмя лодами и с отключенным на night а справа та же модель без лодов и с включенным на night она занимает место в 7 и 6 раз меньше чем обычная модель что и является огромным шагом вперед сжатие на night это ключевая область которая в дальнейшем будет развиваться в анрил engine 5 итак переместимся в редактор анрил engine 5 движок работает из коробки предварительно я ничего не настраивал только подготовил площадку и теперь сразу же замерим fps запускаем simulate внизу в консоли напишу стат fps видим что fps низкий 45 запускаю редакторы я не на очень мощном компьютере вот его характеристики но попробуем слегка увеличить fps я уберу этот static mesh виде растянутой платформы вот fps вырос до 67 и вместо него создам террин в общем в пустом проекте у нас 50 fps также выведем статистику сцены tools audit statistics вот здесь наш landscape и sky sphere это небо выставим на сцену какую-нибудь модель возьмем демонстрационный mesh как видно у него почти 12000 полигонов вот наш static mesh отображен в статистике как sm-mat preview его полигоны и размер 1 мегабайт теперь расставим большое количество этих static mesh и выделяю их зажатым контролом и перетягиваю их копию зажав alt сделаем 10 штук теперь их можно выделить через outliner с зажатым шифтом с какого по какой выделять вот на сцене 100 объектов fps просел до 37 сделаем еще больше делаем рефреш в статистике у нас на стане 1000 объектов 12 миллионов полигонов fps 31 я размножил почти 5000 копий fps просел до 16 и теперь давайте активируем на найт первый способ это при импорте когда мы импортируем модель мы можем поставить галочку build на найт как я говорил пока это работает только для статических объектов скелетал наш вынесен отдельно и вот наша на найт 3d модель но давайте оптимизируем нашу сцену в контент браузере находим тот объект который располагается на сцене правой кнопкой мыши здесь вверху на найт и на и был либо это можно сделать в редакторе static mesh как помним у этой модели было 12000 полигонов достаточно поставить галочку и ней болт в на найт settings и apply changes все модель сконвертировалась в на найт внешне модель никак не изменилась полигонов стало 2000 fps вырос почти до 40 практически в два раза но все равно он не такой высокий на самом деле это связано с тем что я запускаю это на относительно слабом железе если отвернуть камеру то fps будет ближе к 50 и при повороте обратно fps остается почти такой же и немного уменьшается при приближении как показывает статистика один объект это 2000 полигонов и суммарно 9 миллионов 200 тысяч и обратите внимание на размеры но fps также употребляют и шейдеры если их отключить то fps возрастет до 70 вот так выглядит при отображении wireframe теперь посмотрим на отображение на найт во вьюпорте выбираем вью мод на найт визуализейшн маск красным отображает простой static mesh наш landscape также отмечен красным а зеленым на найт теперь на сцену перенесем простой static mesh стул сейчас простой стул static mesh плохо заметно можем заметить его на фоне на найт объектов если выбрать triangles отображаются полигоны и при приближении количество полигонов увеличивается а при удалении количество полигонов уменьшается меняется структура сетки clusters отображает группы полигонов на который был разбит объект но остальные уже более специализированные материал light map и так далее overview отображает все вместе напоследок разберем два параметра на найт позишен прессижен точность вершин вертиксов размер шага квантования или проще размер шага сетки это нужно чтобы максимизировать плотность памяти и минимизировать занимаемое место на диске авто позволяет выбрать на найт более подходящую точность в зависимости от размера ячейки и плотности полигонов точность также можно выбирать вручную например понизив ее стало меньше вертиксов и объект выглядит более воксель нам 64 сантиметра это расстояние между вертиксами вертикс это вершина либо можем сделать максимально детализированным вплоть до полигонов размером с пиксель конечно если модель изначально имеет такую плотность причем смотрите я сделал это не останавливая игры прокси triangle percent здесь принимается значение от 0 до 100 здесь мы указываем сколько процентов полигонов от изначального высокого качества будут сохраняться с высокой детализацией в общем чем больше здесь значение тем более детализированный объект если поставим 100 процентов пока что количество полигонов 2000 и play changes и количество полигонов возвращается на 12000 как это было в начале ролика до подключения на найт если поставить позишен престижен на максимальный размер и прокси triangle percent оставить 100 то мы сможем заметить разницу выборов шоу на найт прокси но лучше оставлять эти настройки как есть если же конечно речь не идет о каких-то сверх детализированных объектах с помощью консольной команды на найт статс мы можем вывести статистику на найт хотелось бы добавить что сама технология микро полигонального рендеринга не нова ее различные направления уже давно используются в сиджай есть подобное решение от компании nvidia это мир шейдинг вступайте в наше сообщество в социальных сетях или присоединяйтесь дискорд серверу также вы можете поддержать проект на патреон все ссылки в том самом месте под видео а у меня пока все до скорого